Предварительно, без участия первых лиц, совещание на минувшей неделе в областной администрации. Острота темы понятна. В Новодевяткино дома старого жилого фонда сбрасывают стоки прямо в ручей. В новых кварталах система очистки вроде бы есть, однако канализация постоянно дает сбой и вытекает на поверхность. С водоканалом переговоры велись еще в прошлом году. Предполагалось, область реконструировать свою канализационно-насосную станцию и построить две напорные линии до границы Петербурга. Почему-то не срослось, видимо стороны не сошлись в деньгах, но если договоренности форума ничего не изменят, в 47 регионе теперь склоняются к другому варианту строить собственную станцию очистки в Новодевяткино. К выводам мы пришли следующим, наиболее быстрым, наиболее в настоящее время дешевым. Это все-таки строительство очистных сооружений на территории Новодевяткино. Под будущую станцию муниципалы уже начали резервировать землю. Половину денег на очистные сооружения выделит регион, половину внесут застройщики. Проблему обещают решить за два года. Алексей Спиричев вдыхал не самые приятные ароматы петербургского загорода. Вот смотрите, наша канализация. Потрясающий запах и вид. Фонтанчик личный во дворе. Жителям Новодевяткино на этой неделе вновь пришлось морщиться от запаха. Возле одного из домов, прямо на тротуаре, разлился природный ручей с канализацией. Не надо к водичке ходить, Кирюш, она грязная. Пойдем по дорожке просто. Такие ручьи текут здесь уже несколько лет в памяти канун Нового года. Тогда канализацию прервало прямо в парадной. Время от времени устанавливается затишье, но ненадолго. С апреля течет чуть ли не каждую неделю. К Новому году нам ее типа починили, но вот, пожалуйста, уже два месяца опять у нас тут фонтан во дворе. И, честно говоря, уже даже слабо верится, что когда-нибудь это будет исправлено. Светлана Кочеткова отдала за новую квартиру 2 миллиона рублей. Хотела быть ближе к чистому воздуху, но все получилось наоборот. Под окнами потекла канализация, и теперь женщина не выходит на балкон лишний раз. Чувствуется очень сильно, потому что ко мне приезжали и друзья, и подруги, и сказали первое дело, что, говорят, чем у вас так пахнет. В сентябре месяце здесь было очень много мух, именно навозных. И я не могла понять, откуда они тут появились. Группа жителей дома винит во всем застройщиков. Как выяснилось, с момента сдачи канализацию до сих пор не передали на обслуживание. А саму систему построили с нарушениями. Очень много инженерно-строительных недостатков, в том числе и по канализации. Она неправильно проложена, без соблюдения всех требований к прокладке. Канализационные воды уже много лет. Главная проблема Новодевяткина. Все потому, что основная часть точных вод идет не на очистку, а просто сливается в окружающую среду. Массовое жилищное строительство в деревне началось в середине 80-х. Вот с таких вот десятиэтажных панелек. Всего за считанные годы были построены десятки таких типовых домов. Большую многоэтажную деревню почему-то решили обделить цивилизованной системой очистки. Все сточные воды изначально стекались в Капральев ручей. Оттуда канализация деревни попадала в Охту, а из Охты прямо в Неву. Спустя 30 лет ситуация никак не изменилась. Сток вот сюда попадает, и вот так вот по рельефу, вот оно все идет у нас в Капральев ручей. Источник сброса скрывается в зарослях, меньше чем сотни метров от жилых домов. Экологи нашли его по запаху несколько лет назад. С тех пор буквально забросали письмами различные инстанции. Здесь были проведены пробы, было показано превышение загрязняющих веществ. Выданы соответствующие иски в суд об обязании администрации эту ситуацию ликвидировать. На данный момент мы видим, что никаких мер существенных не принято. По словам местных чиновников, сегодня в ручей попадают около 3000 кубов сточных вод. Система очистки пытаются построить деревню уже седьмой год. В неудачных попытках винят бывшего главу Всеволожского района Александра Соболенко, который почему-то отказывался выделять землю. Дело даже дошло до суда. Долго несколько инстанций прошли. В конечном итоге суд нам сказал, что это право района предоставить земельный участок, а не обязанность. Мы не успокоились, мы приняли решение сайта депутатов о резервировании данного земельного участка для строительства очистных сооружений. Опять же, Соболенко оспорил это решение сайта депутатов в суде. Окончательное решение о выборе метода канализирования деревни будет принято в середине июля. По словам чиновников, на реализацию понадобится около двух лет. Тем временем, сами жители требуют освободить их от платежей за канализацию. Активисты 40 домов уже подали иск в суд. Свои действия аргументируют законом. Он гласит, сборы за канализацию возможны только при наличии систем очистки. А их в деревне пока нет. Алексей Спиричев, Константин Веревкин, Виктор Туров и Антон Пашукевич. Ленинградское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова